Друзья, вечер добрый, с вами Квантом и Глюк, и добро пожаловать, это Скрипт Механик и это битва поршневых построек. Всем утюг, с вами Глюк. Что сегодня происходит? Сегодня мы строим машину без двигателя, который есть в игре. Мы должны создавать вращающий момент как угодно, сами из чего угодно, то есть из поршней. Что из этого получится и пейте ли наша постройка, смотри дальше, ну а мы конечно же будем начинать. Ну что, да начнется великая битва поршневой телеги, для того чтобы начать Глюк, что нам нужно? Конечно же нам нужен двигатель, правильно Глюк? Без двигателя, ведь там оно никуда, ни туда, ни сюда. Ну, можно сказать двигатель, двигатели знаешь разные бывают. Двигатели бывают разные, нерабочие, рабочие и совсем нерабочие, это вот именно про Скрипт Механик. Когда оно нифига не работает, ты хочешь, ну как всегда нужно все по стандарту начинать. Ты будешь своими цифровыми технологиями, да, снова пользоваться? Ну я сейчас буду другими технологиями пользоваться, просто проблема в чем у меня... Я тоже хочу в этот раз сделать немного по-другому. Мы собираем каждый раз заново и используем один и тот же двигатель. Я хочу на этот раз использовать другой двигатель. Ага, Глюк решил пойти дальше и он решил использовать другой двигатель. Нет, у меня принцип будет примерно тот же самый двигатель, но я хочу сделать его гораздо компактнее. Так, и самое забавное, что видите, мы не видим, что строит... Ну, я не вижу, что строит Глюк, а Глюк не видит, что строю я. И поэтому мы не можем слямзить постройку друг друга. Я не знаю, что он построит, пейт или его постройка. И так же Глюк не знает, что делаю я. И в этом вообще есть весь сок. Так, подожди, а что мы делаем? Мы делаем грузовик? Да, мы сегодня делаем грузовик. И этот грузовик должен ехать назад и вперед. И он должен будет тянуть потом огромный груз. То есть по итогам испытаний мы определим, кто сегодня побеждает. Блин, я надеюсь, что мой двигатель меня не подведет. Он как минимум запустится, потому что другой двигатель не такой, как был раньше. Он гораздо меньше. Так, ну что, тогда я буду наращивать темпы. Иначе мои темпы какие-то плохие темпы. Так, теперь так сделаем. Теперь пробный запуск сейчас произойдет. Посмотрим, заработает ли это вообще. Потому что технология нынче не освоена. Ну, трындец. Это теперь все отлаживать придется. Ну, вроде бы как оно малое, оно маленькое. Да, это победа. Небольшая, но победа. Но есть другая проблема. У меня только одна проблема, это кланка. Ее проблема? Да. У нее не проблема. Учитывая весь горький опыт предыдущих серий, я сделал вывод, что шестеренки делать лучше у таков формата. Молодец, глюк. Хорошо строишь. А главное, что работает, глюк. Я ничего не вижу, но я просто предвкушаю это. Ммм, как работает хорошо, глюк. Работает. Работает. То есть, если я сейчас поставлю упор с этой стороны, здесь будет работать задний ход. С помощью такой маленькой пердульной шестеренки. Это ж победа нафиг, революционная. Аналоговые технологии спасут этот мир. И? А если вырубить час? Он вращается в левую сторону. Если мы вырубаем, он вращается в правую сторону. Задний ход готов. Вуаля. Просто дифференциал спас. Только вот этот утопельник теперь будет висеть здесь. Не очень. Глюк, как дела у тебя? Работаю, что? Теперь, чтобы передавать крутящий момент на заднюю ось, потому что через вот этот объект проходят наши трубы, то есть, тем самым будет передаваться вращающий момент. А эти вот блоки будут фиксировать наш карданный вал, чтобы он не смещался с места. Ну, грузовичок, если тут размеры примерно намечаю, какого он будет формата. Ну, примерно где-то здесь должен он быть, чтобы быть красивым. Так, чтобы не терять время, давай сразу колеса ставить, а то... Эээ, куда я пошел? Интернет отпусти! Глюк! Меня уносит в далекие доли! Глюк, да, жив! Блин! Сейчас я, короче, там в горах окажусь где-то. А, все. Ну, не в горах, но все равно возле моста. Привет! Меня унесло далеко и надолго. Теперь нам нужно сделать сцепление. Все, в принципе, работает. Еще одна кнопка нужна. Блин, одни кнопки теперь повсюду. На самом деле, я не знаю, что там устроил глюк, что он хочет сделать, но, судя по тому, как он говорит, звучит это многообещающе и грандиозно. И поэтому у него есть, как бы, возможно, все шансы на победу. Клево! Задняя часть машины уже фактически готова, зато перед у меня... Жесткий перед у меня. А ну-ка, в какую сторону? Ну, все колеса вроде грибут нормально. Ну да, смотри, хорошо грибут-то. О! И назад оба крутятся, оба два. Кронштейн нужно поставить для крепления колеса. Эй, слышь, не смотри на мою постройку. Да нужна мне твоя постройка, у меня своя прекрасная. Ты выезжаешь, едь назад, в другую сторону едь. Ну, вроде смотри, вроде работает все. Колеса вращаются, двигатель работает. А оно едет? Ну, блин... Отстань. Я решу эту проблему. Нахрена я занимаюсь декором, не зная того, поедет ли он вообще у меня куда-то. Умный квантум. Умный квантум. Квантум умный. У меня вообще бесшумный двигатель. У меня электро будет двигатель. Я тоже бесшумный. Что-то я слышу, какой он бесшумный у тебя. Ну, извините, сейчас сделаю бесшумным. Сделать так, сделать так и сделать так. Все, теперь мой двигатель тоже бесшумный. Тебе это не поможет. Если он медленный двигатель. Да? Даже если он бесшумный, да. Что за дезмораль такая? Глюк, я не понял. Глюк сегодня злой. Глюк сегодня не выспался. Я декором занимаюсь. Я не знаю, как оно поедет. Пусть декор хотя бы будет сегодня хороший. У всех творческий процесс. Все замолчали, сконцентрировались. Строят. Блин, ведь всю ролику молчит, да. Глюк вообще весь ролик умолчит. Ну да, что-то с пропорциями проблемы какие-то вышли. Я вообще кабиной заниматься даже близко не собираюсь. Мне главное, чтобы оно ехало. Главное, чтобы он типа снаружи хорошо выглядел. Там как внутри, пофигу вообще. У меня он и снаружи не очень. Как же здесь тесно. Только вот здесь могу в полный рост стоять. Типичные проблемы квантума. Кстати, да. Кстати, это самый красивый грузовик, но ладно. О, работает. Все. Завелся нафиг. Погнали. Я выезжаю. Готов представить тебя. Я не яркий для колес-то хоть сделаю. Все. Лагает. Еле едет, но едет. Пофигу. Что, и сцепление есть, да? Все есть. Все, я готов. Ну, я тоже готов. Трындец. Выезжай сюда давай. Е-мас, ты забилась глюк. Ой, глюк выезжает. Неплохо выехал. Так, ну что, это грузовик глюка. Добро пожаловать. Это мой грузовик. Фига. Ну, вот я же говорю, что у тебя нормальный, блин, грузовик. Ты посмотри на мое чудовище и на свое. Май гад. Я тебе бак пробью с катабаза. Почему-то у тебя красивые машины. Ох ты ж. Слушай, классно. Ну, нифига себе ты заморочился. Это красиво. Слушай, это достойно. А что у тебя дырка, кстати, спереди? А, это потому, что у меня там, это, зажигание не помещается. Ну что, а давай затестим мой. Давай теперь твой затестим, где там у тебя, где садиться. Так, здесь садиться. И просто жми вперед, и все. Е-мас, ты поворотный механизм, конечно. Он так плавно едет, у тебя вообще бесшумно так. Ну да, это электромоторы. Смотри, глюк, сейчас я поставлю тут метку. Нам нужно будет доехать до нее. Все, поедем прямо по дороге, доедем до метки, возле той метки развернемся и поедем обратно. И стартовать будем вот отсюда. Ну, от наших боксов, где мы строились. Знаешь, в чем проблема? У меня тормозов нет, если что. У меня тоже тормозов нет. Так, нас ожидает гонка, испытание на том чуде, которое мы построили. Поршневом чуде, да, вот, как бы, вон они поршни, они будут работать, они будут нас тянуть сегодня. Вот, мы едем, проезжаем по мосту, поворачиваем налево, едем прямо, доезжаем до дерева, и у дерева разворачиваемся. Не используя заднего хода, потому что глюк не хочет использовать задний ход. Нет, почему, ты можешь использовать, потому что у меня база большая. Ну, как я туда вернусь-то, мне просто... Вот, давай, обратный отчет. Три, два, один, старт, давай, поехали. Поехали! Так, я только сейчас газанул, блин, долго заводится. Проблемы с доступом? Да, во, во, поехали, поехали. Смотри, какой обгон пошел. Фига ты догоняешь меня? И у меня причем только два колеса задние, приводные. У меня тоже два задних колеса привод. В смысле, у тебя там еще два колеса есть? У меня два задних колеса, четыре колеса задних. Ну вот, четыре, а у меня только два. Ах, ты халабуда, ты хреново, ты себе подкрутил скорость поршней. Сейчас я тоже скорость поршней подкручу, и будет сосон тебе. Задом разворачивайся, слышь, не интересуй. Задом разворачивайся там, понял? Используй заднюю передачу. Специально выбрал себе место такое, чтобы... Ладно, ладно, все, хорошо, окей. Я разворачиваюсь жопой. А я уже обратно поехал, давай, удачи. Да, давай, здорово, привет. Счастливо оставаться. Вперед, поехали. Передавай привет своему коту. Слышишь? И поршнам. Я догоняю тебя. У меня так-то ускорение лучше, а у тебя скорости выше. Ну подожди, я говорю, сейчас я подкручу скорость поршней, тебя походу поршень там на максимум крутят. А у меня поршень только на троечку крутят. И в этом проблема. Ты не задолбал, слышишь? Четвор, ты долбанный. Сейчас вторую гонку поедем, мне интересует по прямой. Сейчас будет драг-рейсинг нафиг. Мост заканчиваешь. Ну я еду, я проезжаю, все хорошо. А еще испытание с грузом будет. Так что еще посмотрим, кто груз потащит. Посмотрим, что из этого получится. С грузом, да. С грузом, кстати, интересно. В первом испытании ты победил, хорошо. Я запустился. Ладно, работает кое-как. Ты готов? У меня мощность на всю просто. Едем до моста. Видишь, который по диагонали вниз мост идет. Видишь его? Едем туда. Готов? Три, два, один. Поехали. Куда ты поехал? Куда ты поехал? Сзади передачи бомбил. Опа, 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 интересно. Интересно. Да, опа, опа, ты ускоряешься. Все равно я вытаскиваю. Что, ты приехал? Что-то я чуть-чуть подтормозил. Я не знаю, что произошло. Так, ну я еду. Нормально все. Я тоже еду быстро. Не пихайся, не пихайся. Узкое место. Это очень больно. Мой фпс, ему больно. Так, погнали с грузами воевать. Давай обратно еще драгрейсинг устроим. Я хочу еще подкрутить. Мне просто интересно. Но не может же быть такого, чтобы он не пер. Да ты задан даже меня обгоняешь. Да ладно. Мне кажется, проще включить сейчас нейтральную передачу. И просто скатиться, да? Да, так быстрее будет. Не, задан я помедленнее еду. Я тоже медленнее еду. У меня в два раза меньше мощности назад. А у меня, по идее, столько же мощности. Че это с тобой, Глюк, случилось? Пока, Глюк. Задом я выиграл эту гонку. Зал срял на переезде. Там сейчас поезд приедет и все. А я не знаю, у меня что-то глюкануло. Оно не должно было быть. Вот и все. Сломался. Ребят, что происходит у нас сейчас? У нас есть два грузовика. У нас есть грузы. Грузы, это опять больших резервуаров. Они очень тяжелые. Мы посмотрим, смогут ли наши грузовики преодолеть. О, Глюк ускоряется. Это максимальная скорость, чувак. Смогут ли наши грузовики преодолеть этот мост, поворот, развернуться и вернуться обратно. Три, два, один, поехали. Жми, 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 ехай. Глюк неплохо начал, неплохо стартанул, но я поехал дальше. У меня грузовик более грузовик, как оказалось. Я буду ехать по правой части. По-братски не подведи. Поехали. Он тормозит. Он тормозит. Пусть он застрянет. Он не прет, прикинь, под горку у меня. Он-то у меня не прет. Ты застрял? Да, все, я застрял. Да ладно. Мой грузовик не был рассчитан на это. Я не думал про вес. Все подлагивает, конечно, но едет кое-как нормально. Без каких-либо страшных звуков. Я, короче, с подъема вообще даже стартануть, походу, не могу. Да? Подожди, я уже скоро вернусь просто. Я уже разворачиваюсь. Ты выехал, что ли, Глюк? Я, конечно, что эвакуатор меня вытащил. На самом деле лифт меня вытащил. Но пусть будет эвакуатор. Нормально тебе. Глюк, а? Приехали тягач, подогнали, поддернули меня. Нормально, все хорошо. Привет, Глюк, я уже обратно еду. Че, как с горки? Хорошо ехать, Глюк? Мне нужно больше мощности. Я, знаешь, какой-то симулятор... 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 Ты что делаешь? Ты дурак, что ли? Месть! Месть! Я-то уеду. А вот ты... Будешь стоять там долго. Жалко, что у тебя там нет бензина. Я бы тебя взорвал. Ушлёпа, пока. Я поехал. Вместь. Теперь я буду два года заводиться вперёд. Ускоряться, ну да. Я доехал... Почти доехал до финиша. Я вижу твой лифт тут. Эвакуатор, который вовсе не эвакуатор. Лифт тут такой бросил вообще. Посреди дороги стоит такой красавчик. Но, слушай, в этот раз у нас еще получается ничья, потому что получается 2-2. В смысле 2-2? Я тебя выиграл на драге. Я тебя выиграл без груза. А я тебя выиграл в драге задом. Я тебя выиграл с грузом. Нет, задом не считается. Драг тоже не считается тогда. Чего это не считается? Чего это не считается задом езда? Что за подкрутка? Короче, ребят, давайте пишите в комментариях, как вы считаете, кто из нас выиграл. Потому что мы не можем рассудиться. И сейчас поделёмся, судя по всему. Ты должен глянуть на этот супер движок. Магический просто движок. Давай, я жду тебя. Ты тоже посмотришь на мой движок, на мой дифференциал. Твой движок-то, в принципе, и так понятно. Ты же мне показывал уже. Что это? Как он работает? Смотри. А зачем колес так много у тебя здесь? Смотри, вперед нажимаю. Что происходит? Ты багом пользовался? Ну, в смысле багом? Это, скорее, механик. Ты ушлёпок, что ли? В смысле? Это поршневой двигатель. Просто он по-другому. Это поршневая параша нечестная. Это поршневой двигатель. А вот задний ход, смотри. Вот я включаю задний ход. Всё правильно. Не, они просто пихают, потом оттаскиваются. Опять пихают, потом опять оттаскиваются. Трэндец. В принципе, это более-менее реальная технология, но... И спрятал главное. Смотри, как у меня дифференциал выглядел мой. Ну, то есть, как бы, смотри, всё максимально продвинутое. Ничего не лагает, ничего не проскакивает. Это максимально грамотный грузовик. То есть, то, что было раньше, я учёл весь опыт предыдущих построек. И, видишь, здесь всё работает чётко. Как часы. Потому что, видишь, шестерни какие. Они тут... Им деваться некуда. Они по-любому будут хвататься друг за друга. Как у тебя переключаются передачи, я вообще не понимаю. Слушай. Вот этот вот клубок, это просто... Ой, это не то. Боже мой! Это не то. Что это? Вот этот клубок, он мне переключает передачи. Ну, короче, я тебе не покажу. Смотри, видишь? Ты его сломал, походу, да? Да, я кнопку выломал. Тут кнопка была, которая отвечала за переключение. Вот этот вот клубок, видишь, как ты говоришь? Вот это вот осветление. Оно упирается в блок. Оно не может вращаться. Потому что он упирается и остается только через шестерню дополнительно перекручиваться. Вот через эту, да. Эта шестерня перекручивается, создается дополнительный оборотный эффект. И колеса вращаются в другую сторону. А чтобы этого не было, просто я блокирую всю эту конструкцию. И она вращается в одну сторону. Вот и все. Ты серьезно? Ё-моё! Слушай, это гениально. Это дифференциал просто на машине. Ничего такого. Просто взял дифференциал из машины. Вот такой-то у меня грузовик. Зато он едет. А чё, мой тоже едет. А твой на магии едет. Понял, блин? Всё. Всем пока. До скорых встреч. У меня продвинутые технологии. Не то, что там у тебя... Так, с вами был Ковантум и Глюк. Всем пока-пока-пока. И жуй тю-тюк.